Когда-то давным-давно, и не только в России, во всех странах мира существовало так называемое милосердие. Помогали бедным, в основном помогали больным, помогали детям. Что касается такой узкой прослойки, такого узкого сообщества, как конники, которые занимаются этим уж точно совершенно от сердца, идущие, может быть, еще от того, что человек с детства стоит рядом с таким потрясающим животным. А это знает каждый. Ребенок, у которого в доме есть собака, кошка, а уж тем более, что он с лошадью соприкоснулся, худым человеком не вырастет. Это очень маленький замкнутый круг очень профессиональных людей, профессиональных в смысле понимания красоты, понимания перспективы того, что может дать вот это сообщество, вот эта связка этого огромного животного и маленького человека. И это настолько потрясающе, настолько увлекательно, что только люди, которые когда-нибудь с этим сталкивались, перестают удивляться, а тихо сидят и улыбаются со счастливыми глазами. Нас на самом деле мало людей, которые пришли с нуля. Мне 73 года. Я пришел, меня научили. Моя дочь вот в этом, вот здесь, в этом месте начала работать и дошла отсюда. Вот здесь был старт в 4 года. Сегодня на первый разряд работает по кандидату в мастера. Но она начала здесь. Вот это наше сообщество дало мне возможность сегодня любоваться тем, как сидит моя дочь в седле, какая спина, какая осанка, как она стала ходить. Откуда-то оттуда, из института благородных девиц я совершенно не ожидал, что это произойдет. Вот фонд Ваня, на удивление мое несказанное, делает потрясающие совершенно вещи, имеющие отношение к тому, что я сказал. Дело даже не в деньгах совсем. Если бы кто-нибудь из вас понял, что такое волонтерство, волонтерство в высшем смысле этого слова, ничего ни от кого не требуется, запишитесь просто. Я хочу быть волонтером. Вот мой адрес. Случится необходимость к вам обратиться. Так уже было. Человек написал. Я согласен быть волонтером в фонде Ваня. К нему обратились, ему купили билет, и он полетел в Бонн и купил лекарство на деньги, которые ему тоже фонд дал. Прилетел обратно и пожилому человеку, который без этого лекарства не мог жить, просто привез. Это совершенно потрясающая история. Нет конкретной задачи. Есть только одна задача. Я хочу это сделать. Еще не важно, что. Я готов помочь. Этот посыл и есть то человеколюбие, которое заложено в нас Богом. А иначе без этого жить нельзя. Если бы кто-нибудь из вас подумал над тем, что я сегодня сказал, и просто сказал, «Ребята, я хочу вам помогать». Если смогу. Не более того. Если смогу, я помогу. Вот это «если смогу» дает надежду на то, что когда-нибудь вы это сделаете, потому что у вас это здесь. И это замечательно. И тогда мы все вместе создадим фонд Ваня. Может быть, он будет всероссийский, а может, он будет всемирный. Если все вдруг неожиданно поймут, что все мое человеколюбие и вообще мое присутствие на Земле – это маленький старт тому, что я должен для кого-то сделать добро. Для своего близкого, для сына, для дочери, для бабушки, для мамы, для папы. Или для неизвестного человека. Тогда я смею называть себя человеком. В истинном смысле этого слова. Повторяю, нас мало. И только мы сами можем сами себе помочь. Фонд Ваня, Федерация конного спорта. Если мы возьмем все за руки, то мы под усцы приведем сами к себе хорошему финишу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова